Рассерженные родственники китайских пассажиров пропавшего лайнера Boeing 777 грозят объявить голодовку. Они считают, что правительство Малайзии скрывает от них правду о судьбе близких. Спустя 10 дней после исчезновения самолёта сотни встревоженных людей продолжают ждать в пекинском отеле хоть каких-нибудь вестей. Свой гнев они обрушили на китайских представителей малайзийской авиакомпании, говорившими с ними во вторник. Родственники также потребовали встречи с послом Малайзии. «Мы хотим правды. Не позволяйте превращать их в жертв политики. Независимо от того, какой политической партии вы принадлежите, независимо от того, как вы сильны, если нет жизни, то в чём смысл? Где ваше сострадание?» «Вы всегда уходите от ответа. Я думаю, ваше правительство знает в своём сердце, почему мы хотим призвать его к ответу. Потому что вы всегда обманываете нас». «Я могу принять критику, но проблема в том, что к некоторой информации и материалам мы действительно не имеем доступа. На моей должности я действительно не могу получить к ним доступ. Поэтому я прошу у вас прощения». Неудовлетворённые таким ответом родственники продолжили возмущаться. Оставшись в зале ещё на какое-то время, они скандировали лозунги, требуя уважать жизнь и вернуть им родных. Позже одна девушка заявила, что семьи намерены объявить голодовку. «В Малайзии считают дни, но мы, китайцы, считаем секунды. Семьи находятся в полном изнеможении. Так много семей приходит и уходит. Некоторые уже уехали. Молодые люди могут выдержать, но пожилые уже сломались». «Мы ещё не решили, пойдём ли в посольство. Но мы требуем, чтобы посол Малайзии пришёл и представлял своё правительство. Пусть он придёт и ответит на вопросы семей и даст какую-то информацию. Они скрывают что-то. Они никогда не говорят правду». Несмотря на беспрецедентные масштабы поиска при участии 26 стран, до сих пор никаких следов малайзийского лайнера не найдено. О причинах его исчезновения выдвигались различные версии, но сейчас больше склоняются к версии об угоне самолёта. Между тем, посол Малайзии сообщил, что среди китайских пассажиров не выявлены лиц, связанных с террористическими группировками. Субтитры создавал DimaTorzok